Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. На прошлой оперативке, которая проходила немножко по сдвинутому расписанию, мы оказались в рамках между двумя часами дня. В общем, случилось провести такой тест на лояльность. Но некоторое время назад мы приняли такое совместное решение, что у нас будет пятиминутка каждый день. То есть два часа, чем бы ты ни занимался, звонит будильник, и ты останавливаешься, и пять минут стараешься помолиться Иисусовой молитвой. Ну, это молитвочек 50. Хорошая перезагрузка, потому что часто мы про Бога вообще в течение дня не вспоминаем, а тут хоть есть какой-то якорь. Я такой сижу, ну, сейчас интересно узнать, кто лоялен к организации. Ну, потому что было благословение, будильнички завести, и человек 30, два часа, мой звенит, ну, и начинает такая перекличка будильников. Я говорю, ну, вот, все понятно. Отдел кадров зафиксируйте, кто у нас не лоялен к организации, когда подойдут к окошечку с зарплатой. Ну, как бы, вы им это напомните. Шутка. Но, тем не менее, потом я спросил, о чем мы с вами молимся, потому что, ну, молиться не просто же нужно, раз мы все вместе помилуем меня грешного, хотя это самая главная мысль. А первая мысль после главной, мы просим, ну, как бы, сердечный импульс, посыл к Богу, чтобы Господь дал нам мир, любовь и взаимопонимание в нашем служении. Ну, чтобы не было какой-то подковерной возни, там, интриг и так далее. Второе, чтобы Господь дал делателей на жатву. Ну, потому что и приходская жизнь, и служение милосердия — это огромное поле жатвы, жатвы, где, ну, есть вакансии, которые нужно еще занимать, чтобы приходили люди, ну, по мотивации не просто, ну, как одна сказала, ну, надо же где-то деньги зарабатывать. Ну, явно церковная организация — это не место, где надо зарабатывать деньги. И эта мотивация, она такая тухлая. Ну, когда человек идет в церковь зарабатывать деньги, ну, понятно, что это не служение, это не готовность жизнь свою людям отдавать. Ну, потому что именно в такой мотивации, в служении человек может сделать что-то хорошее, доброе для своей души и для ближних. Ну, и третье, мы просим, чтобы Господь послал добрых людей, которые могли бы поддерживать людей с доброй волей и с добрым сердцем на этом служении. Проговорили, помолились, вот эти смыслы обновили, ну, и потом обратная связь от некоторых сотрудников, что, правда, такой якорек, который помогает вдохнуть свежий воздух, ну, потому что не каждый находится непосредственно внутри прихода, кто-то в светских учреждениях трудится, кто-то, ну, как сестра милосердия, там другая атмосфера, там другой язык, там другие ценности. И вот ему приходится выходить в этот зараженный грехом мир, но в то же время сохранять себя от инфекции. А потом, к слову, вспомнилась такая история, сейчас перечитывая книгу «Моя жизнь со старцем Иосифом», я как раз прочитал главу, где он говорит о молчании. И вот там Ефрем рассказывает, как старец ему давал такое благословение, ты иди-то туда-то, купи то-то, то-то, но что бы ни слова не сказал, ну, можешь сказать краткую фразу, там, мне нужно то-то, то-то, и все. Если, говорит, слово скажешь, я тебя убью, я тебе, говорит, прогоню отсюда, вылетишь, как пробка. И вот этот молодой монашек шел в какие-то большие монастыри, отдавал деньги, говорил, что надо. А тогда народу на Афоне было немного, и всем было интересно, откуда он, как, что, кто старец. И они его пытали, кто ты, как вы молитесь, как вы живете, а он молчит. Ему говорят, ты что, больной, что ли? Он молчит. И потом уже, когда к горлу приступали, старец ему благословил, если уж совсем не в моготу, скажи, нет благословения говорить. И все, и возвращайся. Он возвращался, и Иосиф его спрашивал, ну, как, как у тебя прошел день, как у тебя встреча с людьми, что спрашивали? Он рассказывал, а ты что говорил? А я молчал, прям молчал, молчал. Ну, молодец, так его обнимет, благословит. Я так это читаю, думаю, слава богу, что у меня неболтливый секретарь. Ну, и что как-то люди, которым я доверяю, они не болтают. Ну, потому что вот эти все лишние слухи, сплетни, они как бы рождаются из невоздержанности языка. Не надо болтать. Болтун — находка для шпиона. Очень важная мысль в наше время. А второе, Ефрем, когда уже подрос, он, я говорю, понял всю глубину смысла вот этого послушания. Оказывается, что если бы я тогда не послушался, ну, как были некоторые послушники, которые не слышали старца Иосифа, то мне бы сразу в мою душу накидали всякого мусора. Кто твой старец? Иосиф? А, это тот? Так он в прелести. Так он вообще неправильно живет, неправильно молится. И я бы все это воспринял, говорит Ефрем, и я бы потерял доверие к старцу, и вообще потерял бы монашество и духовную жизнь. И вот это тоже важнейшая мысль. То есть, ну, если касательно духовника, то не надо ни с кем обсуждать. Если у тебя есть вопрос к духовнику или какое-то смущение или какое-то недоумение, подойди, поговори, откройся ему, доверься. Потому что, если ты начнешь с другими советоваться, кто-то по зависти, кто-то по гордости, кто-то по греховности, они тебе набросают, и ты потеряешь эту важнейшую связь. То же самое касательно семьи. Вот про своего мужа, например, или про свою жену не надо ни с кем разговаривать, не надо на стороне с какими-нибудь разведенными или такими шибко умными. Если человек не специалист, которому ты доверяешь, ну, допустим, может быть какой-то доверенный психолог, проверенный, хорошего качества. Потому что психологи еще тоже такая история, они также могут, в общем, набросать тебе, с чем не справишься. Духовник, священник, то есть которому ты доверяешь, можно приоткрыть, посоветоваться. Но вот так, по секрету всему свету, не надо из своей семьи ничего выносить. Это отравит тебя, это разрушит ваше взаимопонимание и взаимоотношения. Подумайте об этом. Мне кажется, важная мысль. И помогай нам всем, Господь. Господи, сил, помилуй нас.